Автоприговор — это шоу, в котором два амбициозных блогера берут два автомобиля и устраивают баттл между ними. Их ждёт ряд суровых испытаний, зрительское голосование, а в конце проигравший должен оплатить победителю поездку на дорогом суперкаре по автобану в Германии. Дешёвый тюнинг, максимальные скорости и беспощадные битвы. Автоприговор. История из жизни, братва. Первый мобильный телефон, помните, был такой Siemens C35? У меня появился 17 лет назад. Я тогда был в пятом классе, и мне было 10 лет. И именно тогда первым моим оператором стал Мегафон. Причём я с Мегафоном до сих пор, так как считаю, сеть у них ловит лучше всех, и интернет самый быстрый. А сейчас ещё они обновили тарифную линейку «Включайся», куда встроили кэшбэк 20% за абонентскую плату и услуги в международном роуминге. Переходишь на тариф, и каждый месяц тебе возвращают кэшбэк. Между прочим, они первые в России такое сделали. Именно за услуги связи никто из других операторов кэшбэк не начисляет. Кэшбэк можно потратить в фирменных салонах Мегафона. Например, в счёт покупки нового мобильного телефона, наушников, зарядки и других ништяков. Система с кэшбэком очень простая и удобная. Это круто! Четвёртый сезон «Автоприговора». Вася преступник. Думай, думай. Привет, братва! В эфире уже четвёртый, четвёртый сезон «Автоприговора». Первых трёх я одержал победу. Не первых трёх, ты в двух, в двух. За один. Ну, два-один, да, да. По факту в трёх. Короче, на этот раз у нас новые тачки, как обычно, новые испытания. И самое главное, что мы снимаем весь сезон ровно неделю, каждый день. Правда, выкладывать мы будем, скорее всего, через день, потому что монтировать, ну, вы сами понимаете. Но, тем не менее, вы сможете, прямо держа руку на пульсе, следить за всем сезоном «Автоприговора». Да, если у нас что-то сломается, какие-то экстренные поломки, либо стиль у нас будет, на стиль будет всего 24 часа, чтобы никуда не деться, всё будем делать очень оперативно. Грубо говоря, сутки, серия. Таким образом, мы сможем действительно показать класс, кто насколько подготовлен и кто насколько хочет этой победы. В общем, сейчас мы, прямо сейчас, отправляемся покупать Нивы до 100 тысяч рублей. И уже завтра утром мы сравним то, что купил. И устроим гонку. И устроим гонку, да. Да, всё, я желаю тебе удачи. Давай, спасибо. Победите сильнейший. Ну, а вам желаю приятного просмотра. Готовьте чаёку и погнали. Так, народ, перед тем, как поедем покупать тачку, я хочу вам сразу сказать. Я вот привёз из Москвы серф. Вот, багаж его сдавал. Короче, есть в планах сделать гавайскую тачку, пока не знаю, как мы точно сделаем. Но доску я уже купил. Вот, сейчас пойдём попробуем посерфить. Мне кажется, что это кузьми, блядь. Блядь, я что-то уже боюсь. Ну что, сегодня волны есть, пора разгребаться. Ладно, что, шутки шутками. А сейчас надо ехать покупать Ниву. Посёрфим на Бали. Сёрф требует уход, как и любой другой спорт-инвентарь. Ну всё, чё, звоним первому. У нас есть только один день купить. Алло, здравствуйте. Звоню по объявлению на Авито. Нива продаётся ещё? Да. А сегодня можно подъехать посмотреть? Да, можно. Всё, спасибо. Как бы мы подъезжать наберём? Ладно, братан. Чё, то есть ты пойдёшь работать, учиться? Да, 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 да. Отдевать свой мозг, думаете? Думать, думать, да. Нам придётся взять на весь сезон твою тачку, чтобы перемещаться. Только не по кофе. Я аккуратно. Ну да, да, я знаю. Если что, брат, я тачку не беру. Беру очень редко, там, раз в месяц, в лучшем случае. Ну, да. Здравствуйте, ну всё, я приехал на место. Так, а вы где сейчас? А я вот у таблички автосервиса, сто два четыре часа. Вот ещё метров там 50-70 проедьте. Скажите к Арсену. Арсену? К Арсену, да. Хорошо, хорошо. Скажите к Арсену и прямо заезжайте. Что, гаражное хранение получается? Брызговики. Спарка, нормальный спорт. А какого года она? 97-й. 22 года. Вчера последний раз заводил. Он даже не стекает вниз. Это жёстко, да. А масло не меняли давно, да? Оно просто чёрное. Ну давай, ладно, заводи. Ну да, конечно, вариант так себе. Походу на другую вбрасить. Ну чё? Почти бы тут сад. Прокладочку могу. Слышишь какие-то звуки? Суки какие-то прям. Слышишь, цокка есть, б***ь. Но нам по факту она нужна на неделю. Но у нас будет оффроуд. А от оффроуда нам нужен целый движок. Ну да. Ну типа, если этот мотор сейчас умрёт у нас, это будет как бы флот. Всё. А сколько ты сам ее владеешь? Так я у меня куплено. Я практически, как можно сказать, владельцами не был. Я взял ее вот, отремонтировал, флот. Так, и всё. Я читал в объявлении, она с учетом снята, да? Да, она на транзитах. Ну всё, давай еще посмотрим варианты. Если что, тостируем. У нее течет задний мозг. Я вот залез на дно. У нее течет там задний мозг немного. И она вся такая, знаешь, прям по шарфу, прям проржавевшая такая машинка. Ну это такой вариант, видишь, он ее купил, он ее даже на учет не ставил, он ее просто покрасил и заварил пороги. Это да. У нее только один плюс. Она без учета. Ты что? А это значит, нет ни штрафов, ни налогов. Вася преступник. Короче, что, надо искать дальше. Да, да. Потому что как бы 95 тысяч за такую машину, как бы, ну это как бы не очень. В общем, друзья, вы не поверите, но спустя полдня поисков Неваса за сотку, после кучи звонков мы нашли просто идеальный вариант пушку. В 93-го года, ну суть даже не в цифрах, суть в том, как она выглядит. К сожалению, она не удалось снять покупку, потому что владелец категорически был против камер. Но главное, что Невас огонь, пушка-гонка. Я даже назвал ее убийцей. Просто убийца оффроуда. Вы очень встречаетесь. Невас за 85 тысяч рублей. Вы только посмотрите на нее. Это просто тачка-убийца. Смотрите, какой у нее кенгурятник. Это уже как бы такой нехеровый бонус будет в битве на выживание. Короткая база, что мне вообще очень нравится. Она проходимая, сразу стоит нормальная резина, колеса. Она поднята. Блин, просто она выглядит нереально круто. Сзади тоже у нас, как бы, зад усилен. Не будем бояться ударов в жопу. Ну, мир остерто почему-то. Здесь написано, танки не моют, БТРы не тормозят. Я очень рад, что нам удалось найти такой вариант. Конечно, полусалончику не очень, но в ходовой части тачка идеальна. Ну, как бы, для своей цены и годиков. Можно будет на крыше ездить. У меня еще очень крутая задумка, как говорим. Мы будем делать серф-тачку. Короче, этот сезон автопереговора точно наш. Сейчас, думаю, самое время завести и проверить ее в деле. Оп, что-то сломалось. Смотрите, как она заводится. Просто с полтычка. И сейчас можно немножко по-оффроудить. Просто на ней можно люто наваливать. Оффроуд будет точно наш. Так, Жек, аккуратно, блядь. Огонь вообще. Тачка-зверь, сразу вам говорю. Че, давай, короче, ты погонишь, а я наверх залезу. Давай, Васек. Главное, не перевернись, иначе мне пи***ц. Вот это экшн-контента, понимаем. У меня голова закружилась на самом деле. Не, ну это нормальное развлечение, скажи. Я думаю, что эта тачка по оффроуду выглядит все. Да, оффроуд очень нормальная. Че, я думаю, сейчас самое время уже немножко усложнить оффроуд, выходить куда-нибудь, где поглубже. Едем навстречу переключениям. Тормозов не убивай. Кепка слетела. Ты понял? Тормозов, тормозов. Едет, конечно, она вообще бодро. В аккурат! В аккурат вошел, в аккурат! Конечная, выходи. Ты вспомнился? Нет, нет, все было под контролем. Все, нормально разворот был, да? Короче, как говорит Вася, эти штуки нужны для того, чтобы, когда ты едешь с дальним светом, ну вот, ты едешь с ближним светом и получается свет падает только вперед и сверху не отстудит. По крайней мере, так меня учили в армии. Пойдемте назад, я вам еще покажу. У нас мост, как я понимаю, усиленный, да? Да. Красного цвета. Какая-то бутылка стоит. За место поверх аморта, да? Да, она защищает амортизатор, потому что на нем нету пыльника. Видишь, он в шток торчит амортизатора. Ну, радует то, что у нас ничего не течет нигде. Вообще ничего. Как бы мы уже наваливаем где-то, наверное, час, и вообще все окей. Не закипело, не потекло, тормоза нигде не текут, но их стоит прокачать, видимо, от того, что они давно... Да, с тормозами у нас проблема, но прокачаем, думаю, нормально будет. Кстати, в оффроуде мы даже не будем бояться ни болота, ни воды, сможем смело вообще везде заезжать. Я доволен нашей покупкой, и мне кажется, в данном антураже она смотрится очень в тему. Короче, только отъехали на ЗСД, Вася был за рулем, я был за рулем Каена, ехали на другую локацию, и у Вася закончился бензин. Причем, когда мы ее покупали, было там уже полбака. Так, ну сюда, наверное, по месяц, сколько? 20 литров, все 20 заливаем? Да-да, точно, нормально. Лучше полно, да-да. Короче, это автоприговор, что я могу сказать, все как обычно. Выручен, по-своему, наноте. Только отъехали, закончился бензин. Да лейте. Да нормально, нормально, нормально. Как говорится, сколько писей не тряси, последняя капля, все равно в трусы. Мы доехали до заправки, вообще она рядом была, заправили, сейчас-таки подъезжаем. Огонь! Невасик продолжает жить. Невасик будет жить вечно. Я замерз, пи***а как-то. Что, холодно было? Ну, нам вообще повезло, Александр, я приехал быстрее, чем через полчаса, да? Ну да. Ну вот, давай. Вот буквально перед вами мужик сейчас подъехал, сказал, типа, давай дотащу. Слушай, а в Питере, оказывается, люди вежливые. Конечно, Питер, культурная столица, и сразу остановится. Нет, просто, ну, у меня бывают ситуации, я в Москве простоял почти час. Почти час я не выходил из тачки, принципиально не хотел, чтобы, ну, типа, там, ловить, стоять, знаешь, кого-нибудь останавливать. Да-да-да. Никто за час ко мне не подъехал. И в итоге я вышел из тачки и начал останавливать людей, и еще 40 минут я стоял, останавливал. Да ладно? Да, да, и спустя, вот, получается, час 40 остановился чувак, у которого не было троса, но он не отчаялся. Он остановил еще одну тачку, у которой мы взяли трос, и он меня потащил. А в Питере сразу в течение 20 минут уже люди сами останавливаются, даже без просьбы. А я бензин наливаю. Теперь за рулем этой Нивы поеду я просто сюда. Не знаю почему, но мне нравится бегать по крыше этой тачки, поэтому думаю, надо делать либо кабриолет, либо какой-то пикап, ну, когда будем делать внешний стиль. Пишите в комментариях ваши какие-то рекомендации по внешнему стилю. Ну, а мне тачка нравится, на ходу она едет, валит, на оффроуде она валит. Я думаю, оффроуд и битва точно будет наша. Не знаю, что там купил Стреколовский, но у вас есть шанс увидеть это. Переходите по ссылке в описании на его канал, на его ролик и смотрите, какую тачку купил он. Но мне кажется, моя лучшая. Завтра я узнаю, какую он взял, завтра у нас будет гонка. В общем, через день выйдет ролик уже с гонкой, узнаем, что к чему. Ну, а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Ну, а с вами был Дима Гордей, до новых встреч!